Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео я хочу показать и рассказать о том, какие 5 отличных раннеспелых сортов низкорослых томатов для открытого грунта и для теплицы я буду выращивать в этом году. Хочу сказать, что все они мной уже проверены в прошлые годы посадки томатов, и я осталась довольна. Рекомендую посмотреть это видео и надеюсь, что вам оно будет полезно. Я выращиваю томаты каждый год. До последнего времени низкорослые томаты росли у меня в открытом грунте. Несколько сортов и несколько гибридов. Но в прошлом году мы сделали небольшую тепличку, и теперь у меня есть возможность выращивать томаты в теплице под пленкой. В прошлом году я уже провела небольшой эксперимент, высадив несколько сортов томатов, в том числе и низкорослые, или как их еще называют детерминатные, в неотапливаемые теплицы. И получила определенный результат, который мне помог определиться с выбором при посеве помидорчиков на рассаду в этом году. Скажу лишь, что плоды томатов с теплицы мы едим до сих пор, хотя сегодня уже 12 декабря. Еще есть целый ящик и розовых, и желтых, и красных, около 15 килограммов. Поверьте, это очень приятно, смаковать свежие спелые томаты и любоваться сугробами снега за окном. Какие же низкорослые сорта подойдут и для открытого грунта, и для теплицы? Какие самые ранние, какие хорошие и не болеют? Столько вопросов, согласитесь? Давайте будем отвечать по порядку. Поделюсь своим опытом выращивания лучших сортов и гибридов низкорослых томатов, которые выращивать проще всего. Многим из них даже не нужна подвязка, их практически не нужно посынковать. В общем, не томаты, а мечта любого огородника. Вот какие ранние сорта помидорчиков, именно низкорослые, я выращиваю. Хочу сразу уточнить. Я живу в Украине, эти сорта я проверила, и их список вполне подходит для ответа на вопрос, какие сорта помидор лучше сажать, чтобы получить обильный и надежный урожай. Под номером один у меня томаты Шарада. Это мой первый низкорослый сорт немецкой селекции, который себя отлично зарекомендовал для посадки в открытом грунте. Томаты Шарада – селекция немецкой селекционной компании Сатимекс. Очень ранний, высокоурожайный и очень низкорослый детерминатный сорт. Он имеет плоды интенсивно красного цвета, овальные, массой примерно 80-100 граммов. Помидорчики небольшие, а вот высота куста примерно 70 сантиметров. Шарада меня, конечно, удивил. И чем вы думаете? Своей щедростью. Купила я семена совершенно случайно. Зашла в магазин за другим сортом томатов, но продавец предложил именно эти, посоветовал попробовать. В итоге я их купила, а потом забыла посеять. Так они и пролежали целый год в упаковке, дожидаясь внимания. А прошлой весной, в начале марта, я их все-таки посеяла. Сеять на рассаду семена Шарады нужно в конце февраля, в начале марта. Сама рассада небольшая. Видно, что томаты не будут крупными, что они низкорослые. Как только вы рассаду вырастили, распекировали, получили уже четвертый, пятый, шестой листик, она начинает крепнуть. И в начале мая я высаживаю ее в открытый грунт. Но при посадке в открытый грунт надо выдерживать расстояние между кустами этих помидорчиков примерно 50 сантиметров, чтобы у них было место, куда вырасти и куда разложиться. Срок созревания от момента всхода и до момента сбора урожая 90 дней. Уже в начале июля вы будете пробовать вкусные ароматные помидорчики этого сорта. Шарада сорт супер ранний, высокоурожайный, засухоустойчивый, потому что он имеет очень мелкие листья и испарение совершенно мизерное. С 1 квадратного метра площади посадки можно собрать 7-8 килограммов урожая. Я собрала за один раз с одного куста около полуведра. И все один в один. Кожица, конечно, довольно крепкая. Они не растрескиваются при транспортировке. Сорт подходит и для транспортировки на дальние расстояния, и для свежего употребления, и для засолки, для переработки. Шарада – это хороший вариант для выращивания в северных регионах, ну, поскольку выведен он в Германии. А это же совсем не южная страна. Шарада – это тот томат, который имеет хорошую стойкость к вертицеллезу и фузариозу. Опрыскивать всевозможными фунгицидами вам практически не придется, что, конечно, порадует каждого огородника. Кстати, а какие низкорослые томаты вы выращиваете у себя в огороде? Напишите об этом в комментариях. Не забудьте поднять пальчик вверх, чтобы это видео могли увидеть и другие зрители. Теперь предложение любителям больших, розовых, массивных томатов. И тоже это будет низкорослый помидорчик. Томаты Хаппинет F1. Это средне-ранний низкорослый гибрид от голландской компании Сингента. Томаты розовые, массой 250-300 грамм. Очень плотные и сочные. Конечно, явное их преимущество – это не только сочный розовый цвет, но и то, что томаты низкорослые и довольно хорошо транспортируются, как для розового томата. Вы знаете, что большинство розовых томатов имеют очень тонкую кожицу и растрескиваются, как только вы начинаете какие-то манипуляции с этими плодами. А вот томаты Хаппинет этим не страдают. Они вас тут не подведут. С момента посадки рассады и до получения первого урожая, если вы посадите Хаппинет, нужно будет подождать 65-70 дней. Куст, я вам скажу, довольно высокий, как для низкорослого томата. Он очень хорошо облиственный, что сохраняет плоды томатов от обгорания на солнце. Сорт отличается высокой устойчивостью к жаре и к засухе, что немаловажно в условиях резкого потепления, которое мы сейчас наблюдаем. Сорт очень урожайный, устойчивый к фузариозу и к ладоспариозу. Плоды чистые, ровные, стандартные по размеру, практически не имеют вирусных заболеваний. Если вы, например, продаете свои томаты, выращенные на огороде, на рынке, то посадив этот томат, вы всегда получите и хорошую цену, и не будете заморачиваться с посынкованием. И при перевозке они у вас не пострадают, и не помнутся, и не потекут. Низкорослый томат под номером 3 – это Pink Sweetness F1. Это детерминатный, сверхранний гибрид. Селекция американской компании Lark Seeds. Сажала я его в прошлом году из рассады, купленной у знакомой приятельницы. Осталась очень довольна. Очень красивый томат, очень урожайный. Томат сверхранний. Pink Sweetness можно выращивать как в открытом грунте, так и в пленочных теплицах. В закрытом грунте лучше сажать эти кусты не ближе, чем через 50 см. А вот в открытом можно посадить немного погуще. Гибрид низкорослый, но довольно высокий, поэтому его лучше подвязать, чтобы плоды не подгнивали от соприкосновения с почвой. Первые томаты можно собирать уже через 55 дней после высадки рассады в открытый грунт. Масса плодов около 200 граммов. Плоды розовые, очень вкусные, сладкие, округлоцилиндрической формы, прекрасно транспортируются. Если у вас есть теплица, лучше высадить рассаду там и получите очень ранний урожай. Но и в открытом грунте его тоже можно выращивать. Я, например, выращиваю его практически каждый год. Мне нравится этот гибрид томатов и внешне, и по вкусовым качествам. Единственная особенность – этот томат достаточно восприимчив к фитофторе. Ну, оно и понятно, потому что он очень ранний. Если вы его вовремя соберете, то никакая фитофтора ему не страшна. А задерживать урожай на томате не надо, и тогда фитофтора обойдет его стороной. Она просто не успеет к нему подобраться. Под номером 4 – томаты «Мамака Ф1». Это тоже отличный низкорослый детерминатный гибрид томатов, который практически не требует подвязки и подстанкования. Гибрид голландской компании «Сингента». Ультраранний. Весь увешан плодами. Я его выращивала, взвешивала. Масса плода примерно 100-110 граммов. Это не очень большие помидорчики, но они имеют красивый товарный вид и плотную мякоть. Плоды красные. Начало плодоношения уже через 50-52 дня после высадки рассады. Очень хорошо завязываются помидорчики у этого сорта в условиях сильной жары. Это редкое достоинство, потому что мы знаем, как только наступает жара, опыление страдает и томаты получаются пустоцветами. Из особенностей плоды собираются вместе с плодоножкой. С ней томаты лучше хранятся и транспортируются. Этот гибрид томата – частый представитель томатного ряда в супермаркетах. Вырастив первые плоды, вы сразу его узнаете и на магазинных полках. В сравнении с сортовыми томатами, он намного урожайнее и намного устойчивее к грибковым болезням. Выращивать его можно и без подвязки. Если не хотите перегружать растения плодами, то придется посынковать. Мамака подходит и для употребления в свежем виде, и для консервирования. В общем, обеспечит вам высокий ранний урожай. Ну и, наконец, пятерки лучших. По тем же лучшим номером 5 – Yellow River. Yellow River в переводе с английского – это «желтая река». Это раннеспелый, детерминатный, то есть низкорослый гибрид томатов. В селекции тоже американской семенной компании United Genetics. Очень урожайный. Помидорчики небольшие, продолговатые, сливовидные, красивой формы и красивейшего цвета – желтолимонного. Без помидорчика примерно 65-75 грамм. Сочная мякоть, сладкий вкус и достаточно крепкая кожура, если вы хотите продавать его на рынке или транспортировать на определенные расстояния. Я очень довольна этим гибридом. Выращивала его и в теплице, и в открытом грунте. Он просто украшение огорода. Сеять семена на рассаду можно уже в феврале. Пересадку рассады в открытый грунт или в теплицу проводят в апреле-майе, в зависимости от погодных условий. Я выдерживала расстояние между кустами при посадке примерно 50 см. Этот гибрид можно и не подвязывать, но посынковать немного придется, чтобы не загущались кусты. Помидорчики хорошо завязывались и созревали. Растение хорошо переносит перепады температур, нетребовательно к плодородности почвы, очень устойчиво к заболеваниям. Первые томаты этого гибрида я собирала уже через 60 дней после высадки рассады в открытый грунт. А в теплице он плодоносил до последнего, пока не вырвало корни кустов. Yellow River можно употреблять и в свежем виде, и для консервации, и для приготовления соков, и для засолки. Этот гибрид очень устойчив к бактериальной и грибковой пятнистости. Возьмите себе на заметку, если у вас часто наблюдается кладоспариоз в теплицах. Также он устойчив и к грибковому увяданию, к вертицеллезу, к фузариозу. Ну вот, добрались наконец к концу видео. Но в этом видео, посвященном урожайным и ранним сортам и гибридам низкорослых томатов, еще есть мой премиальный подарочек. Это будет обзор еще одного низкорослого, но высокоурожайного томата, который вы тоже можете выращивать и в открытом грунте, и в теплице. И замечу, он вас не подведет. Это Pink Bush F1. Ранний детерминатный томат, гибрид селекции компании Соката. Pink Bush F1 – очень высокоурожайный ранний гибрид. Низкорослый, его можно выращивать и под пленкой, и под агроволокном, и в открытом грунте. Помидорчики розового цвета, весом примерно 200-220 грамм. Достаточно массивные. Круглые, слегка приплюснутые, с плотной мякотью и приятным вкусом. Pink Bush сейчас модно выращивать прямо на полях, под открытым небом, в засушливых и жарких районах для земледелия. Его можно есть и в свежем виде, также он подходит для консервирования и для заготовок, в виде томатной пасты, например, в виде соков. Это, я вам скажу, отличный сорт для продажи на рынке. Он будет стоить приличных денег, потому что красив на вид и достаточно вкусен. А еще он отлично транспортируется, не подавится и не потечет. Ну что ж, думаю список достаточно объемный, есть над чем поработать, есть что обсудить, есть что выбрать. Теперь пора взяться за дело. Думаю, что это видео о том, какие сорта и гибриды низкорослых томатов я выращиваю, наверняка будет для вас познавательным и полезным. Ну а если не трудно, не полетитесь поставить лайк за мою работу и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо, что посмотрели и поддержали канал. Скоро увидимся!